друзья счастливый компьютерный ролик для воскресенья для воскресенья я одеваю счастливые часы джишок он наверняка у каждого и знаете подарит подарила мне любимую еще когда мы не были даже семьей вот это первый подарок такой был крутой и я прям одену чтобы это придать атмосферу любви добра сегодняшнему ролику потому что не до времени правильно показывают но уже 10 лет они прожили еще проживут столько же джишоке фиолетовый а знаете почему фиолетовый тоже идеально подходит под коробочку нашего блока питания сегодняшнего у нас сейчас быстренький будет беглый обзорчик того что мы сегодня будем сборочку собирать давно сборочек у нас таких не было на канале поэтому давайте посмотрим что последнего на сегодняшний момент можно под собрать у никита наш сборщик за кадром уже я смотрю платформу подготовил то есть по факту нас такая уже полу сборочка тем не менее давайте возьмем в руки и подумаем что же у нас здесь есть во-первых какая красотка мсi mac b460 торпеда те кто в курсе понимают что b460 можно вставить но торпеда на сегодняшний момент как мне показывают наши сценаристы за кадром говорят то что одна из самых дешевых материнских плат на сегодня на этом чипсете под современные процессы то есть здесь принципе нас выбор не такого большого в определенном бюджете там мать прям золотая серединка получается у нас два слота писи экспресс под видюшки у нас два слота м2 что конечно плюсом потому что у человека будет использоваться сегодня 2 и создать то есть без жестких дисков с атака беля мы использовать сегодня сборки не будем у нас уже стоит внутри создать когда-то кажется на 256 правильно на 256 еще плюсом идет сверху под данные вот такая вот самсунговская 870 на терабайтик во всем остальном 4 слота у нас здесь присутствует система охлаждения вероим тоже неплохая вроде как смотрится все что нужно аккуратно классная мать еще и называется торпеда какой-то хоккейный клуб то есть прям прям здорово мне нравится процик у нас внутри а и 5 10 400 f лучше на сегодняшний момент с точки зрения цены производительности прекрасно под сборочку здесь подходит и копаемся дальше знаешь у меня начинает немножко волнение когда я вижу видеокарту потому что мы вчера проводили стримчик вот и оказалось то что bitcoin стоит тут уже за один биток 3 миллиона рублей то есть можно было квартиру за один биток отменять и видеокарты связи с этим всем майнеры себе подразобрали соответственно на сегодняшний момент найти 360 вообще продаются у нас по городу у нас вообще в общем ничего не продается у нас по городу чтобы вы понимали на сегодняшний момент не продается вообще ничего а единственная видеокарта которая была это в днс 1660 тяйка а до секционка за 27 тысяч рублей больше вообще ничего нет нормальных видеокарт сегодня не купишь все ребята которые хотят жить красиво проинвестировали их уже в майнинг фермы поэтому мы ждем того момента когда это все знаете пойдет в обратную сторону когда бы понесут и мы будем майнинг ферму там на 30 60 их вот так вот нести горами ставить да господи боже мой крученые верчины тем не менее да сегодня у нас сборочка получается логично у нас здесь две планки оперативки иридиум на 3200 частотой две планки по 8 в сумме 16 гигабайт про блочок я еще не сказал сказал только что коробочка фиолетовая но это вот такой вот кулер мастер make it yours говорит он нам слоганом своим 80 плюс бронс 5 лет гарантии дают 10 тисе что еще нужно 750 ватт написано и слава богу прекрасно подойдет для нашей сборки я больше всего хочу заглянуть в видео потому что это последний последний раз когда мы видим давайте насладимся насладимся скоро мы больше вообще не увидим друзья то что видеокарточек нету ох ты боже мой 3060 ti последний из доступных нам слитков прекрасной зеленой мощи у нас до питания 8 плюс 6 pin 3 секцион очка слушай симпатичная такая классная ну и конечно сегодняшний момент 3060 ti вы сами знаете это просто бомба бомба в мире компьютерных железок кстати интересный факт то что оказывается это видеокарта стоимостью как вся остальная сборка то есть на сегодняшний момент по сути ты собираешь два компа одновременно один комп это виде видеокарты стоит другой комп все остальное реалии таковы и у нас m1 ztrer корпус вот такой вот идет это еще закаленочка даст закаленным стеклом все красота парочку красивых подсъемчиков этого потрясающего железа собираем все это в кучу и соответственно немножко потестим что из этого все получается на сегодняшний момент какой общий бюджет получает а сборки у нас 110 тысяч рублей друзья 110 тысяч инвестируешь продаешь свою там машину берешь себе это железо и смотришь в принципе 4k видео на youtube че еще для счастья надо поехали наслаждаться какие бы стальные яйца у вас не были мужики первый запуск всегда желательно делать вне корпуса чтобы убедиться что просто системка у вас функционирует здесь ничего новика не скажу кроме того что я сказал что у нас сегодня с а то портов не будет но тут написано с а то два с половиной дюйма соответственно один сотопор все-таки нам придется дата использовать тем не менее давайте засовываем нашу красотку и первый запуск на ваших глазах никто еще не видел в работоспособности этой сборки и не может быть уверен на сто процентов тем не менее новое абсолютно железо с чего бы ему не поработать в данном случае поэтому подключаем с вами видеокарточку вообще интересно знаешь я о судьбе думал железок вот где-то видеокарта родилась на ком-то заводе где-то процессор на каком-то заводе родился вообще могли родиться в разных странах абсолютно все что угодно память и вот они сошлись то есть какова вероятность было что именно эта память именно этот допустим в кулер материнская плата видеокарты вас воссоединят единую систему удивительно вот эти моменты мне всегда поражают какой кайф знаете вероятность 0 0 0 0 0 0 0 1 и она все равно где-то происходит в данном случае у нас на наших глазах эта система должна ожить давайте подадим немножко и питания стартанем и надеемся увидим картиночку смотри какая симпатичная надпись гигабайт rgb слушай geforce rtx светится крутится ну и наводись на экран потому что и запуск первый запуск долгий ну нет достаточно быстрый маг стартанул это все-таки intel они разы ночек все слава богу мы увидели он пошел сейчас перезагрузку после первого запуска сейчас еще раз убедимся что мы вылетаем с вами в систему bios да красота и наблюдаем торпеда есть 10 400 на месте 16 оперативы присутствует что нам еще для счастья нужно теперь друзья я вас передаю в нежные профессиональные руки нашего сборщика никиты который прячется за стульчиком и он парочку подсоберет эту сборку и даст вам парочку каких-нибудь советов которые он за время своего жизненного опыта наловчился используя разное компьютерное железо здравствуйте друзья советы от никиты по сборке пока ну наверное один из самых главных советов при сборке пока это когда по устанавливаете блок сразу от сети провода которые вам не нужны будут то есть мы сначала берем sata провод потому что у нас есть sata ssd шичка 2 пися и для видеокарты процессорный и для материнской платы остальное нам в принципе здесь не нужно у нас все остальное отсутствует те же molex и другие sata и мы их просто берем заворачиваем сцепляем и засовываем вот здесь как раз есть место для того чтобы их туда аккуратненько убрать совет номер два сразу перед тем как будете собирать установить материнскую плату примерно проведите как вы все это видите то есть например материнской для материнской платы кабель примерно при приложите посмотрите по каким он здесь будет отверстием закрепляться потом возьмите переднюю панель всю посмотрите как она будет здесь смотреться аккуратненько не аккуратненько чтобы это все смотрелось очень прилично потом тот же например кабель процессора тоже проведите дотягивается ли он по такому пути дотягивается либо по такому пути сначала надо все это продумать потом только собирать потому что когда соберешь это все и у тебя какой-то кабель натягивать тебе нужно разбирать будет все совет номер три не не поскупитесь и купите вот такие вот нейлоновые стяжечки на лики вот такой например он тут 5 метров стоит 200 рублей такой рулон 20 мы брали что-то нам обошелся в 600 чем-то рублей но при этом когда вы будете крепить свои провода необычными хомутами то если вы как-то закрепите например вот вот забыл там например вот эти два проводка закрепил оба и потом такой смотришь проводки забыл обычную стяжечку придется резать проводить другую закреплять а так ты и отсоединил закрепил обратно и все она у тебя держится красиво и спокойненько так совет номер четыре перед тем как установить видеокарту вот вы подсобрали так системник примерно провели провода еще не закрепили подсоединили все подсоедините обязательно переднюю панель сразу снизу потом когда вы посадите видеокарту это будет делать крайне неудобно поэтому мы сразу берем переднюю панель очку дождь и делает это первый нижний два контакта что у нас дальше power св это два верхних и reset св это два ниже два нижних справа подсоединили их все теперь аккуратненько их уложили туда чтобы она все гармонично смотрелось только потом подсоединяйте видеокарту проводите к ней питание и запускайте потому что потом проводи тыкать эти коннекторы из-за видеокарты быть крайне неудобно можно даже обломить пися экспресс и полностью дешится и материнской платы видеокарты и теперь самый главный пятый совет это собирайте под музычку из душой главное чтобы ваш стенник да вам больше всего нравился вот мы здесь сделали кабель очки мне прямо нравится таким заниматься и поэтому получаются стеночки всегда красивые ну и что хотелось напоследок сказать вы ребят напишите какие бы вы советы дали при сборке компьютера людям будет все хорошо учет для нас это концовочка субботы а для вас это концовочка воскресенье у нас красивая сборка получилось и для тех кому интересно как ведет себя 10 400 f связочки 16 ой 16 господи с 30 60 тяйки в корпусе ztrera m1 то прошу вас друзья а почти 10 минут стресса 180 версии 7.2.5 и мы имеем температурочку по всем ядрышкам я прям вам покажу 66 на процессоре при этом мы турбимся с вами в принципе бодренько на полную катушку у нас 4 гигагерца проц держит по всем ядрышкам и имеем температуру до 70 что может быть приятней при этом у нас видеокарта 3060 в данном корпусе 64 то есть мы даже до 70 нигде не доходим идеальная температура по видеокарте идеальная температура по процессору акулера кстати я не помню сказал я в начале видео или нет данной связочки используется вот такой вот айди кульки с е224 xd в принципе бодрячком то есть 70 градусов нету отлично единственное что у нас сейчас хватает время просто для общей картины самая нашумевшая игрушка во всех и хороших и плохих смыслах киберпанк давайте запустим на флажди на высоких настройках посмотрим на что rtx 3060 связки с этим процессором начальным способна в этой игрушке идите сюда да значит и и по концовку чтобы развивать интерес у нас от клиента есть ты конечно не стесняешься сидит ждет когда гаечка скрутит его ноутбук вот а гаечка что-то не хочется скручивать уже на протяжении часа тем не менее у нас финальная ставочка для интереса 10 400 в 30 60 16 оперативки частота 3200 на памяти сколько фпс настройки иди сюда смотри настройки full hd разрешение высокие высокие впечатляющие то есть вот все что изначально нам киберпанк предложил в меню на 120 fps трассировка лучей ультра у нас включена то есть вот так вот как как сама система предложил сколько fps на 100 рублей играем то есть ты сейчас можешь себе плата от 80 давай надо точную цифру потому что ваня назовет точную цифру но я как бы не эксперт ваня тоже 95 ваня но ты шанс к 60 варю кто же кто же близок неизвестно а ты сколько давай давай 50 оператор решет и хитрец щелкаем продолжить друзья и давайте посмотрим что у нас по итоги с вами получится 100 рублей на кону сейчас я покажу есть такой такие есть хоть какие-то деньги мастерской саму себе деньги 1 бокс и бокс и 200 рублей на канал друзья то что нашел 200 битву серьезно серии игра прекратила работу не отправлять я был прав друзья а что за жесть ландовать еще разочек попробуем не очень хороший знак когда игра прекращает работу когда вы на 200 рублей поспорили создали этот анонимный отчет об ошибке чтобы могли да что за жесть игра киберпанк 277 прекратила работу на абсолютно новой системе скачанная со стима и давайте тогда тут у меня шанса шансов других нету а тогда знаете что мы сделаем а что мы сейчас делаем кто угадает а я уже это тоже все проговорил господи ты боже мой ладно сейчас мы через секундочку придумаем я бы лучше что придумал идите сюда все это мы с вами втроем сразимся так это не вчетвером с оператором тоже на на цуэфа давайте пара сначала так да что было по чесноку по чесноку нет а ты сначала в бейся с оператором хотя ты по идее должен сразу финал проходить до глава с ваньком а мы давай с тобой на раз-два-три ё-моё я вылетел твою налево ну давайте-давайте оператор раз-два-три раз-два-три 200 рублей ваня получает на конец рабочего дня на этом есть жалко я всегда знаешь за клиентов больше всего переживаю в данном случае но ничего я надеюсь хотя бы ноутбук у тебя докрутим сейчас друзья спасибо что посмотрели эту сборочку добренькую хорошую напомню то что бюджет на сегодняшний момент 110 тысяч рублей и основная проблема это в наличии видеокартах 3060 тиечка прекрасно видеокарты на которые можно помагить поэтому она отсутствует в рядах простых людей но это всего лишь временно поэтому не скучайте вы знаете что делать поставить большой палец вверх либо вниз написать какой-нибудь добрый комментарий ну и в целом жить свою счастливую жизнь это то что от нас всех требуется увидимся с вами в новых компьютерных историях уже в понедельник прекрасного вечера воскресенья до новых встреч пока пока друзья киберпанк запущен друзья настроечки высокие все дом как и выставил и у нас друзья держится в районе сейчас 72 fps при этом вы видите загрузка видюхи под соточку 3060 ти вот тебе и на опрос при этом ай машина сбила вот так бывает если направо налево не смотришь да друзья вот что есть то есть то есть то есть по факту если мы бы говорили ваня о своей денежке отработал заслуженно абсолютно потому что даже так вслепую назвал 60 это ближе чем 100 и ближе чем 50 друзья к реальному fps поэтому кто бы что не говорил а если человека есть чувство то он живет чувственную жизнь и в этом он преуспел теперь точно друзья все пока пока пока